У вас много друзей? Но нет, не таких, с которыми вы встречаетесь раз в год и видитесь только на каких-нибудь праздниках и корпоративах, а друзья, которые готовы бросить все и прийти к вам на помощь. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам про услугу, которая дико набирает популярность. Она называется «Друг на час». Встречу с человеком, кто давно занимается этим ремеслом, задам ему каверзные вопросы и чуть-чуть больше узнаю про профессию «Друг на час». Меня зовут Александр Жучкин. Приятного просмотра. Найти друга на час не составило никакой проблемы. Как позже потом я выяснил, это достаточная востребованная услуга на рынке. На первом же сайте я нашел объявление девушки Хелены, связался с ней и договорился о встрече. Как дела? Хорошо. Я Хелена, мне 27 лет. Я стример на Твиче. И Друг на час. Все. С чего вообще все начинается? Смотри, да, есть объявление, но есть на Авито, есть еще в какой-то там маленькой группе ВКонтакте, которая так и называется Друг на час. По сути, я изначально даже туда выкладывала. И получается человек звонит. Мы договариваемся с ним о времени. Точнее, сначала я задаю все вот эти вопросы какие-то такие наводящие, уточняю, что вы уже понимаете, что это никакой не интим, ничего. Он такой, да, 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 конечно. Я такая, все хорошо. Договариваемся о времени обычно на 2 часа. Ну, потому что такой самый нормальный вариант. За час это слишком быстро, ты там не наговорился, вообще ничего не понял. А под конец второго часа такой, ох, повегчало. Вот, в конце прогулки или там посиделки человек просто отдает мне денежку, я даю ему сдачу. Откуда ты вообще об этом узнала? Я искала психолога, ну, разных психологов ВКонтакте, и у одного из психологов я нашла в статусе Друг на час. Я такая, Друг на час? Что? Я что-то вообще такого не знаю, как это так? А, я начала гуглить, и информации по Другу на час вообще так мало. Хорошо, но, блин, Друг на час, это же я, это же я могу как раз-таки подарить это дружелюбное времяпровождение. Я интересный человек, я могу много всего рассказать, я могу много, ну, как бы, такие горизонты расширить человеку. Я еще и могу в настольную секту его ввести. И после этого, естественно, я уже создала объявление, и пошли неадекватные звонки. Бывает ли стыдно или неловко брать деньги за общение? Нет, мне не стыдно. Знаешь, у меня раньше была такая штука, я там тоже собирала людей, но я все еще организовываю там мероприятия по настольной игре. У меня было такое непонимание, типа, я зову своих друзей, но я беру с них деньги за то, что мы играем в эту игру, ну, потому что, как бы, нужно платить месту, в которое мы ходили. И у меня там так много тараканов было в голове. Но мне повезло, у меня на тот момент был психолог, с которым мы разрулили эти вопросы. И теперь я понимаю, что ничего страшного, что тебе платят за время. Они платят не совсем, как бы, за разговор, они платят за время. То есть, по сути, мы все продаем кому-то свое время. Кто-то ходит на работу, продает свое время за определенное количество рублей в час. Я же продаю вот такой вид услуги. Обращаются ли повторно те же люди, которые обращаются? Да, у меня на протяжении двух или трех месяцев был вообще человек, с которым мы гуляли почти каждый день сначала. Ну, то есть, ему нужен был человек для того, чтобы совершать двух-трехчасовые прогулки каждый день, потому что ему нужно было худеть. И он сказал, что, ты знаешь, вот если бы я попросил просто друзей гулять с собой, ну, мы сходили бы один раз, на второй день сходили, а на третий бы он меня заблокировал и сказал, иди ты нафиг от меня, я не хочу с тобой гулять. Вот сразу хочу сказать, что есть такие постоянники, которые надеются на то, что будет какое-то другое общение. То есть, они такие сначала позвонили, мы встретились, я им понравилась, и они начинают думать, что, ммм, можно было бы как-нибудь замутить это с этой девушкой, и нет. Но у тебя никогда не было такое, что ты влюблялась в какого-нибудь человека? Это очень часто, кстати, вопрос, ну, вот мы же на стримах, у меня висит там тоже объявление, это друга на час, причем люди такие, что, друг на час, сразу шок, обвинение, непонимание, и всегда очень часто вопрос, типа, а вдруг он тебе понравится? Блин, ты должен быть, ну, не знаю, каким охрененно офигенным чуваком, чтобы мне реально там в 27 лет что-то, опа, и все. Вот. А что входит в обязанности друга на час? У разных людей разные запросы, то есть, один человек хотел просто ходить, гулять и немножечко общаться, а другому нужно посидеть в кафешечке, порепетировать со мной, как с девушкой пообщаться, вот. Но чаще всего это общение. Бывало такое, что не хотели платить? Нет, нет. Бывало такое, что наоборот хотели дать больше, и типа, знаешь, у меня же тариф 450 рублей за минуту, хотел сказать, за час, и как бы за два часа это 900 рублей, и все такие, ну, на тысячу. И я такая, хорошо, тысячу, отдаю им 100 рублей сдачи, и они такие, да нет, нет. Я говорю, да нет, я должна отдать 100 рублей сдачи, это типа чаевые. Вопрос другой, приставали хоть раз, вот прямо откровенно? Нет, вот такого не было. Кто платит за счет, например, в ресторане? Всегда тот, кто нанимает. А были когда-нибудь проблемы, что типа он говорит, слушай, там, давай скинемся? Да этого не дошло, ну, то есть был один человек, который, вот, он все описал, и я поняла, что да, это мой клиент, надо все, идти встречаться, разговаривать с ним. Но он такой, знаешь, 450 рублей, это слишком дорого, давай 200. Я такая, в смысле, почему ты говоришь, сколько я должна брать за это? Такая, нет, не будет 200, 450 рублей. Он такой, я не готов, давай так, мы сходим с тобой в ресторан, поедим там максимум на 1000 рублей, и это будет все, как бы оплата. Я такая, ты знаешь, а, я оплачу только ресторан, но не времяпровождение. Говорю, я за еду не работаю, и все, и мы не пошли. Как родители относятся к тому, что ты друг на час? Моя мама вообще спокойно относится. Ну, то есть, мама моя привыкла, наверное, уже ко мне такое. И я маме, естественно, рассказываю, типа, вот я друг на час. Она сначала такая, ну, что-то, ну, непонятно, ну, ладно. Папа узнал у меня, ну, они не вместе живут. Папа, когда узнал про друга на час, ну, он вообще не понимает, почему я не иду на какую-нибудь нормальную работу. Типа, ты должна там в магазине работать, и через 10 лет у тебя случится карьерный рост, зато стабильность. Вот, и когда я ему сказала, что я друг на час, он такой сидел, думал-думал, потом говорит, знаешь, я там вот всю жизнь думал, как прожить и не работать, но, походу, у тебя получилось. Ну, бабушка, как всегда, думает, что это что-то опять с этим магазином связано. Я не знаю, почему, но у нее всегда какая-то такая линия, что я должна работать в антимагазине. А кто чаще обращается, мальчики или девочки? Мальчики. Девочки вообще не обращались. Вообще-то? Лучше я тебе расскажу одну историю. Звонит мне девушка, такая, здравствуйте. Вот знаешь, когда звонят какие-то извращенцы, у них всегда такой очень томный голос. Звонит. И говорит, вы друг на час? Я такая, да, конечно. А если я заплачу вам 15 тысяч рублей, можно я сделаю вам кунилингус? Я такая, нет. И она сразу повесила трубку. Сразу. Может, блин, я хотела другую сумму. Может, я еще не забыла. Можно было, да, поторговаться там. Да. Что такое для тебя дружба вообще? Сложный вопрос. Это то, что не продается в магазине. Дружба – это отношения. То есть отношения, над которыми нужно работать. Причем вот есть как бы любовные отношения, над ними нужно работать. Над дружескими отношениями тоже очень часто нужно работать. Слав, коротко. Что такое для тебя дружба? Ничего себе. Ну, это коротко не сказать. Ну, типа, если совсем коротко, то это, наверное, что-то... Большая ответственность. Ребят, что такое для вас дружба? Коротко. Доверие. Одна сигарета на двоих. А для тебя? Не знаю, вот когда у тебя что-то случилось, когда друг тебе помог. Илюх, что такое дружба для тебя? Коротко. Дружба – это еда. Почему? Ну, смотри, нечего дома есть тебе, да? Приходишь к другу, а у него полно. Он тебя угощает. Дружба – это еда. Саша, что такое дружба? Ну, дружба – это, несомненно, доверие. Это большая ответственность. Дружбе нужно учиться и дружбе нужно дорожить. Друзья, спасибо большое за просмотр. Если есть желание, можете поставить лайк. И обязательно напишите в комментариях, что такое для вас дружба.